Приветствую на канале Тегатюб В этой серии я вам все-таки покажу как работает трилом Б на медных монетах Вот у нас есть такие царские монеты Здесь есть около 10 штук, наверное Смотрите, они квасились 2 недели в мыльном растворе затем просто лежали в воде На них, кстати, я раньше не обращал внимания но просто если лежать в обычной воде из-под крана на них образуется какая-то слизь Я 2 раза уже снимал эту слизь щеточкой зубной щеткой стриженной Ну, в принципе, вы ее уже видели Смотрите, вот они полежали еще неделю Я про них забыл, честно говоря И перебился такой вот трафарет от одной монеты на другую Некоторые были вообще как бы в нормальном состоянии Но вот получилось, перебился такой трафарет Но я пробовал, пальцем даже он вроде как смывается Есть монеты совсем уже в таком вот печальном состоянии с окислами Есть чуть получше Такое тоже вот перебилось от другой монетки В общем, вот здесь хорошо видно Этих пятен оранжевых не было Ну, собственно, в таком состоянии меня не устраивает Будем пробовать сейчас на них трилон-Б Напомню, это динатриевая соль Этилен диаминтетрауксусной кислоты Как-то так она называется У меня вот оно подписано В таком вот виде оно идет В порошок, который мы должны разбавить водой На такую порцию воды, наверное, это одна чайная ложка пойдет Может быть больше Точных пропорций я не находил Поэтому это все так приблизительно будет Посмотрим на результат Ну вот сейчас еще раз так вот покажу Просто для сравнения Что и как выглядит Разложу, сравним Я приблизительно их просто по размеру выставил Как видим здесь Елизаветы монетка Если не ошибаюсь Плохо видно год Александр второй Вот эта монетка Собственно Можно сказать Не требует даже чистки Попробую вот так Под этим освещением видно Ну Немножко денежка Также Ну в принципе Вот эти пять копеек Можно посмотреть Они вполне нормальные Ну рельеф тут все хорошо сохранилось При том, что эти монеты все Ну можно сказать С одного кошелька Ну Эти пятна Я попробую убрать все таки То есть Эти две монеты Я наверное Еще вот это Я ее достану в первую очередь Кстати Обратите внимание На вот этой одной копейке Какой-то Серебряный такой отлив Ну Не знаю Я Камера может быть Это не передает Нет Вот передает Вот реально Глазами я вижу тоже Вот эти вот серебряные Такие фрагменты Не знаю Чего это получается И Снова таки Вот посмотрите Вот здесь Светлое Хотя две недели Оно уже квасилось После мыла Квасилось просто в воде И я периодически Щеткой чистил То есть Я сначала Предполагал Что это мыло Выходит Из В первую очередь Из этих окислов Они как бы Сами по себе пористые Ну и становится монета Скользкой Но в итоге Становились все монеты Скользкими Значит Попробуем Трилоном Ну вот эти Три монетки В первую очередь Попробуем достать Ну вот интересно Все таки Что это за налет Оно выглядит реально Как будто Как какое-то серебрение Или типа того Вот Смотрите Я такого не встречал Честно говоря Что это может быть Может вообще Отложить пока что С этой стороны То же самое Это не мыло Это не то что Ну какая-то белизна От мыла Она вот реально Выглядит каким-то серебром Хотя здесь Ну серебряной монеты С ними не было Посмотрите Интересно Окей Я эту монету Отложу Тогда с ней Будет отдельный Какой-то эксперимент Тем более Вот у нас есть Аналогичная Одна копейка А так Давайте с обратной стороны Быстренько посмотрим Видео конечно Из-за этого Немножко затянется Но так Это же опыт Как бы Для наглядности Для результата Нужно будет Сделать Какой-то Вывод Вы видите Чуть более Такой желтоватый Наверное Оттенок Визуально Глазами Они более коричневыми Для удобства Я буду использовать Вот такую посуду Для оливок Они здесь Хорошо должны Все поместиться Не пересекаясь Не касаясь Друг друга Ну сейчас Это посмотрим Разведу Для начала В обычной Чашечке С обычной Водой С под краном У меня дистиллером воды С собой нет Но я думаю Что это не принципиально Возьму Одну чайную ложку Ну посмотрю Сейчас одну сначала Потом вторую Может быть Добавлю Для начала Я попробую Одну чайную ложку С горкой Кстати Видео про трилон Я уже снимал Но Снова таки По техническим причинам Я его потерял Сначала Есть возможность Снять все заново Сейчас его попробуем Размешать Максимально Практически Растворился Что вот важно Сказать еще При использовании Трилона Рекомендуется Не дышать Этим составом Я специально На бутылочке написал Что опасный Распиратор Чтобы если кто-то Посторонний Вдруг возьмет Эту Бутылочку Что бы имели ввиду Что могут быть Какие-то последствия По времени Я не знаю Сколько нам нужно Ждать времени Буду визуально Контролировать И уже по факту Буду говорить В первую очередь Я внимание Обращаю на Те монеты Которые практически Чистые Засекаем время У нас без Восьми Где-то минут Час Будем наблюдать Возможно Ровно в час Я достану Первые монеты Попробую Почистить Той же Зубной щеткой Вы ее уже В принципе Должны были видеть Вот такая Стриженная щеточка Очень хорошо Очищает Ну по возможности Если Если конечно Монета вообще Приводна К этому делу Из того что я помню Не рекомендуется В одну емкость И возможно даже После чистки Снова таки Повторно добавлять Другие монеты Других Видов Из других Металлов В данном случае У нас все монеты Медные Поэтому Они все Чистятся В одной посуде Ну и наверняка Посуда не должна быть Металлическая Так Прошло Восемь минут Визуально На Вот этих Монетах Ничего не поменялось Но Я начинаю Видеть Вот здесь Такой Легкий Зеленоватый Ореол Появляется Ну Вода Начинает Немножко Становиться Зеленоватой Но похоже Это в тех местах Где как раз Монеты Имеют большую Вот эту Составляющую Окислов Вот Сейчас наверное Будет видно Вот Видно Это в первую очередь Сходят Вот эти Зеленые Окислы Так Вижу Смотрите Остается след Такой Тонкий слой Я легонько Касаюсь Монеты Она не царапается Она становится Такой же Коричневой Как и была Слазит Вот это Вот именно Оранжевая Такая Рыжая Часть Вот этого Налета Вот видно Даже Оно Такой Как Пленочкой Вот Значит Эту монету Я сейчас достаю И достаю Наверное Вот эту денежку Эту Тоже В принципе Можно Так Для этих монет Я думаю Эксперимент Можно останавливать Смотрите Как это выглядит Просто Оно превратилось Кстати Тоже В такую же Слизь Как бы Превратилось На ощупь Я промыл Проточной водой И Зубной щеткой Смотрите В углублениях Еще можно Вычистить Остатки С гурта Тоже Можно Вычистить Остатки Обратная Сторона Здесь У нас Еще Небольшие Следы Остались Ну Это Можно Удалить Еще Немножко Подержать И Наверное Будет Идеально Главное Что Патина Остается Так Эту монету Я пока Отложу И Продолжу С другими Сейчас Зачищу Вот Эту денежку Александровская Денежка Смотрите Вообще Патина Стала Равномерной Очень Хорошее Состояние Ну Она И так Была В хорошем Состоянии Но Цвет Был Не Не Однотонным Таким Окей Эти монеты Откладываем Продолжаем Ждем Теперь Когда же Созреют Вот эти Пока Что Пока Что Нет Еще Рано Сейчас Я потихоньку Буду Их доставать Прочищать И ложить Обратно Прошелся Щеточкой Вот так Они выглядят Рыжесть С них Начала Сходить Ну Кроме Этой Монеты Вот так Водичка Уже Такая Бирюзовый Цвет Такой Равномерный Продолжать Эксперимент Еще Нужно Ну Эта монета Нередки Можно Как бы Их даже Угробить В случае Негативного Результата Конечно На данный момент Прошло Вот уже Практически 22 минуты Где-то 21-22 минуты Но Сейчас Я остановлю Эксперимент Потому что Мне нужно Будет Отлучиться Я вернулся 2 часа Ровно Вот эта Монета У нас Пролежала Все время В растворе Остальные Я извлек На всякий случай Часть С сильным Окислом Ну Видно Она Крошится Можно Соскобить Немножко Но Все равно Смотрите Здесь Патина Не слезла Возвращаю Остальные Монеты Продолжаем Отчет И Эксперимент А Водичка Само по себе Такая мыльная На ощупь Кстати Я сначала Думал Что это Монеты Такие Становятся Вроде Безопасно Для кожи Но На всякий случай Конечно Лучше так Не делайте Прошел Где-то Можно сказать Час Чуть больше В общей сложности Это Полтора Часа От С самого Начала Эксперимента Не считая Вот этой Монеты Которая Лежала Еще Плюс Где-то Там Минут 40 Может Чуть больше Смотрите Патина На этой Монете Становится Более Красноватой Без Зеленого Цвета Ее Вот Вот так Чуть лучше Видно Становится Более Красноватой Сейчас Я их Снова Достану И Почищу Эти Оки По чуть-чуть Скрашиваются Ну Наверное Нужно Периодически Все-таки Чистить Часть Которая С Вот Такой Нормальной Поверхностью С чистой Патиной Не царапается Вроде бы Нет Вроде Не царапается После Очистки Щеткой Вот Такой Результат Имеем Практически Это Очистилось Прошло Еще Полчаса Сейчас Буду Извлекать И зачищать Щеточкой Вот Такое Состояние Монет На Этой Копейке Уже Видно Что Патина Становится Такой Прозрачный Какой-то Металлический Цвет Появляется Даже Не медный Просто Серый Металлический Здесь Повреждение Как бы Так и Остается Обратная Сторона Все Никак Не Очистится Вот Она Такой Остается Пока Что Эта Монета Тоже Не особо Меняет Вид Возможно Нужен Нагрев Температура Кстати Комнатная У Этой Смеси Эта Монета Тоже Практически Чистая Видим Все Зеленые Части Отмылись Вот Все Отмылись Эта Тень По-другому Падает Остались Только Вот Эти Местами Рыжие Такие Фрагменты Возможно Нанести Патину Их Уже Не Будет Но Я Продолжу Все равно Замачиваю Эту Монету Вот На Этой Монете Кстати Блестит Сейчас Видно Уже Сама Медь Проступает Эта Монета На Пределе Тоже Патина Скоро Начнет Слазить Но Эти Они Без Рельефа Такие Серенькие Стали Но Уже Гораздо Лучше Видно Рыжая Часть Осталась Смотрите Там Монета Которая Сразу Серебряным Отливом Вот Она Я Бросил На 5 Минут С Подсветкой Кстати Она Почему По-другому Выглядит Вот Сейчас Сейчас Блестит Визуально Глазами Я Увижу Тоже Таким Серебристым Не знаю Странная Монета Вот Сейчас Идеально Видно Точно Так же Как Я Вижу Ее Глазами Такой Странный Оттенок Коричневая С Серебряными Местами Те Две Монеты Тоже Я Извлек Такой Вот Результат Прошло Еще Полчаса Буду Чистить Ну Наверное Я Остановлю Эксперимент Для большинства Монет Единственное Что Оставлю Мучить Вот Эту Ну И Возможно Еще Эту Такая Вот Темная Матовая Патина Осталось Вот Это Остатки Рыжего Это Несложно Удалить Это Не проблема Я Просто Не досмотрел Сразу Денежка Вот Тоже Хорошее Состояние У нее Вообще Нормально Вот Эта Копейка Ее На 5 Минут Бросил Все Таки В Раствор Вот Это Серебряное Такое Перелив Почему Там Остался Ну Теперь Самые Тяжелые Случаи Вот Эта Копейка Появился Медный Видно Прекрасно Видно Это Медный Цвет Чистого Металла Всякие Окислы Послезали С нее Еще Одна Копейка Александровская Или Что Это У Нас Копейка По моему Так Прерывается Запись Но Это Монетки Такое Состояние Ну Нормально Больше Чистить Здесь Нечего Вот Это Две Копейки Или Сколько Да Две Копейки Ну Это В печальном Состоянии Но Она Похоже Горела Рядом Есть Еще Две Такие Монеты Позже Покажу В Горевшем Состоянии Где Даже Остатки Каких То Какого Древесины Пригорелшей Стекло По моему Плавленое Какое Но Эта Монета Тоже Обгорела Скорее Всего Видим Патина Никуда Не Одевается Но Если Сильно Тереть То В принципе До Металла До Чистого Металла Дотереть Можно Но Все Патина Остается Такой Темной С Обратной Стороны То Самое Ну Это Рыжая Часть Это Уже Сгревшая Если Полностью Удалить Там Будет Лысая Монета Скорее Всего Или Очень Слабый Рельеф Но Играться С С Монеты Уже Смысла Нет Вот Единственное Что Я Еще Брошу В кислоту Какую-то Агрессивную Среду Начну Наверное С лимонки И Посмотрим Что Будет Когда Удалится Вот Эта С часть В принципе Я Уже Когда-то Проводил Такой Эксперимент С монетой В таком Состоянии Ну Оно Будет Скажем Так Такое Состояние Только Будет Одноцветной То Все равно Там Появятся Очень Глубокие Раковины Но Эта Монета Убитая Уже Ничего И Не Сделаешь Вот Эта Монета 1758 Года С которой Какой-то Медльончик Пытались Сделать Такая Вот Имеет Неплохой Вид Кстати Ну Не Считая Общее Состояние Но Почистилась Она Весьма Неплохо И Патина С нее Не Слезала Она Не Стала Такой Рыжей Светлой Даже Вот Если Сравниться Вот Больше Всего Вот Эту С одной Стороны И с обратной Ну Почти То же Самое Здесь Видно Очень Медный Цвет То Вот Это При Таком Же Усилии Не Поменяла Цвет Ну Такой Металлический Цвет Даже Ну Сами Видите В принципе Вы Видите Точно Так же Как Вижу Я По крайней Мере И Через Объектив И Мимо Объектива Вижу Приблизительно Одинаково Такой Вот Позже Я Продолжу Ну Еще С этой Монетой Может Быть Приложу Видео Что С Вот Этой Я Не Знаю Почему Она Так Блестит Может У кого То есть Варианты Такой Оттенок Под Некоторыми Углами Она Просто Как Блестящая Как Будто Лаком Скрыта А Под Некоторым Блестит Таким Вот Серебряным Десять Часов Пролежали Эти Две Монеты В Чистки Лучше Они Не Стали Ну Вот Эти Монеты Были Рядом Все Эти Монеты Как Я Говорил Можно Скать Из Одного Кошелька Такой Результат Чистки Вот Например Три Монеты Которые Не Чищенные Ну В Таком Состоянии Не Были Видно Что Это Здание Сгорело В Своё Время Или Может Быть Не Здание Но Во всяком Случа Они Горели И Вот Эти Следы Скорее Всего Тоже Следы Пожара Даже Вот Серебряные 15 Копеек Имеют Такой Вот Странный Вид Не Оплавленные Но Тем Не Менее Поврежденные Конечно Можно Их Почистить Вот Двадцаточка Например Вполне Себе Нормальная Но Её Я Немного Чистил Но Об Этом В Другой Раз Точно Так Как Эти 15 Копеек Попробуем Почистить Разными Средствами Как То Другой Раз И Не Только Эти Видео Скорее Все Заняло Много Времени Ну Как За Это Извиняюсь Ну Кому Не Интересно Может Перематывали Но Если Перематывать Можно Пропустить Те Этапы На Которых Я Делал Паузу И Акцентировал Внимание На Результате Видим Патина В принципе Остается Если Сильно Ну Такой Вот Результат Собственно Если Вы Рискнете Себе Заказать Такой Препарат Мне Кажется Не Пожалеете Я Буду Его Еще Испытывать На Других Монетах Ну И Конечно Постараюсь Отснять Видео Возможно Покороче Подумаю Как Можно Сделать Формат Чтобы Показать И С одной Стороны И Все Показать И Сделать Не Таким Длинным На этом Все Счастливо